Здравствуйте! В эфире программа МЧС «Экстренный вызов» и я представитель ведомства Елена Левин. Мы все перипетии поймали походу. И солнце жарко было, и снег топили, и воду пели, и медведи видели, и лис видели, и юрашек, и барашек. На полуостров пришла осень и заметно похолодало, но туристов это не останавливает. Особенно это касается гостей нашего региона, не совсем понимающих реалии камчатской погоды. В беду едва не попала группа людей, на этот раз родом из Омска. Группа туристов, в составе которой были 4 женщины и двое мужчин, совершала пеший поход в узкомчатском районе в окрестностях вулкана Толбачек, и в установленное время не вышла на связь. Днем 18 сентября водитель должен был забрать людей со стоянки Клешня, однако туристов там не оказалось. Ситуацию осложняло то, что в том районе буквально недавно прошла сильная метель. Кроме того, на Камчатку надвигался мощный циклон, и погода буквально через сутки должна была вновь сильно испортиться. Было принято решение не терять время и незамедлительно отправить на поиски спасателей поисково-спасательного отряда МЧС. В тот же вечер они выдвинулись из города, чтобы утром 19 сентября пешим порядком отправиться по маршруту туристов. Кроме того, утром 19 числа на поиски вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. Все понимали, что если туристы попадут в пургу, а по прогнозам циклон должен был принести с собой мощные осадки и штормовый ветер, ситуация может закончиться трагедией. И вот спасатели отправились на поиски. Искать людей планировалось в том числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. К стоянке Клешня борт МЧС и наземная группировка прибыли практически одновременно. И очень обрадовались, увидев туристов живыми и практически здоровыми. Оказалось, они задержались, потому что пережидали метель. А предупредить никого не смогли в связи с тем, что у них с собой не было спутникового телефона. У него колено, но мы на ходу все исправили. На коленях там, пент эластичный. Все у нас было тут. Что нас поразило? Стоянка Клешня была полностью покрыта снегом. Что в принципе логично. Ведь всем известно, что если на равнине идет дождь, то в горах скорее всего снегопад. Поэтому еще раз напоминаю, что отправляясь в горы, всегда учитывайте погодные условия и одевайтесь соответствующе. В горах погода совершенно другая, чем на равнине. На перевалах могут задерживаться тучи, выпадать осадки. Если вы видите на перевале, на горе туча, то вероятнее всего там идет снег, там минусовые температуры. И поэтому если вы идете по равнине, вам тепло, или вы когда собираетесь в городе, например, думаете, здесь тепло, мне хватит курточки, в горах этого не хватит. В горах с собой обязательно пуховичок, потому что там может быть, особенно в Камчатке, все что угодно. И погода вас застанет, и будет очень-очень неприятно. Примечательно, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС. Это немаловажный момент, потому что случись беда, это помогло бы сократить время поисково-спасательной операции. Спасатели не устают повторять. Чем больше у них информации, тем меньше район поисков. Зарегистрировать свой маршрут можно несколькими способами. На официальном сайте МЧС России или на официальном сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении по адресу Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица Ленинградская, дом 25. Лично обратившись в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю по адресу улица Тундровая, дом 6. Кроме того, сотрудники ЦУКС предоставляют консультации по заполнению маршрутного листа, по погодным условиям на маршруте следования, а также действующих предупреждениях о неблагоприятных материологических и геофизических явлениях. По телефону 3010-81. Кроме того, отправляясь на маршрут, не забывайте несколько правил. Выбирайте для передвижения наиболее безопасный маршрут. Тщательно оценивайте возможные опасности, учитывайте погодные условия и вероятность препятствий. Будьте готовы к неожиданностям, умейте распознать приближающуюся опасность. Передвигайтесь только группой, строго соблюдая дисциплину, не допуская ее разделения. Определяйте темп движения по слабейшему в группе. Соблюдайте режим нагрузок и отдыха. Не сокращайте путь за счет безопасности. Покидая место привала, не забывайте предметы снаряжения и экипировки. Не совершайте переходов при плохой видимости, при метели, тумане или в темное время суток. Преодолевайте опасные участки, обеспечив надежную страховку. С появлением явных признаков усталости, особенно при понижении температуры воздуха, сильном ветре, снегопаде, прекращайте движение и подыскивайте укрытие. Обязательно пользуйтесь очками-светофильтрами при сплошном снежном покрове, как в солнечную погоду, так и при облачном небе. Не забывайте о средствах связи. Если вы идете в труднодоступные места, всегда берите с собой спутниковый телефон. Запас продуктов должен быть из расчета на несколько дней, потому что погода при высоте меняется каждую секунду. И очень велика вероятность отклониться от маршрута и застрять на вулкане на несколько дней. Да, и еще один момент. На Камчатке закрыли маршруты на Авачинский вулкан и еще на несколько гор Быстринского парка. На конусе Авачи уже появился снежный покров, температура опускается до минус 10 градусов по Цельсию. Склоны могут быть покрыты льдом и фирмом. Восхождение в таких условиях требует специальных альпинистских навыков и снаряжения и являются опасными для неподготовленных туристов. Поэтому будьте осторожны и не рискуйте лишний раз. Ежедневно при работе очень сильно бросалось в глаза, что любимое население этих населенных пунктов – пенсионеры и одинокие люди. Многие из них переехали из городов на последние деньги, чтобы тихо и мирно доживать свой век, заниматься хозяйством, дышать чистым свежим воздухом. Но данное наводнение сломало все их планы. У многих испортилась мебель, многие дома одноэтажные, то есть вся мягкая мебель, что была в доме, пошла в утиль. Хозяйство у многих погибло. Гуси, куры, овцы, у кого-то свиньи, у кого-то корова. То есть весь скот не пережил этого. И это им очень тяжело дается, потому что какое бы ни было животное, все равно к нему привязываешься. Именно так вспоминает свою командировку в Приморье сотрудник Камчатского спасательного центра МЧС России Артем Мамченков. Август 2023 года войдет в историю. Ведь именно в этом месяце Приморский край пережил сразу два нашествия тайфунов, сопровождающихся сильными ливнями и паводком. Уровень воды в нескольких реках превысил норму в 4, а порой и в 6 раз. С 15 августа власти региона объявили режим ЧС, в зону действия которого попали 15 муниципальных образований. Но, как говорится, беда сплочает людей, а тем более спасателей. Поэтому в зону ЧС отправился личный состав Камчатского спасательного центра. Больше трех недель спасатели оказывали помощь жителям подтопленных районов. Одна часть сотрудников спасцентра работала на территории сел Соловьевка, Веденка и Сальское в Дальнереченском районе. Другая группировка на территории сел Покровка и Константиновка в Октябрьском муниципальном округе. Кроме того, восстановительные работы велись и в Дальнереченском городском округе. Спасатели ежесуточно проводили мониторинг гидрологической обстановки, в том числе и с помощью беспилотников. Оказывали адресную помощь населению, помощь в транспортировке уцелевшего имущества и эвакуации домашнего скота, подъеме имущества на верхние этажи, доставке продуктов питания, питьевой воды, медицинских препаратов маломобильному населению. Кроме того, силами спасателей были организованы лодочные переправы. В зоне ЧС спасатели оставались до полной стабилизации паводковой обстановки. Домой на Камчатку личный состав доставил борт ИЛ-70 МЧС России. Что касается Камчатки, то у нас пока паводковая обстановка остается более-менее стабильной. Несмотря на то, что гидрологи в периоды подхода циклонов и сильных дождей то и дело дают предупреждение о возможном подъеме уровней рек, реальных подтоплений жилых домов и придомовых территорий, к счастью, удается избежать. Между тем, как показывает практика, несколько районов полуострова находятся в зоне особого риска, потому что практически ежегодно в период осенних дождей их то и дело подтапливает. Поэтому мы напоминаем правила поведения при угрозе или возникновении паводков. Примите предупредительные меры. Создайте уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей. Очистите от мусора водосбросные канавы в районе вашего дома. Закройте вентиляционные отверстия в подвальных помещениях с целью предупреждения поступления наружных поверхностных вод. Освободите подвалы от имущества и продовольствия. Предусмотрите вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место. Заготовьте мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому и над дворным постройкам на подтапливаемых участках. Заранее составьте перечень документов, личных вещей и имущества, необходимых в случае эвакуации. Уложите в рюкзак необходимые теплые вещи, двусуточный запас продуктов питания и воды. Ну и по традиции в заключении программы напоминаем единый номер вызова всех экстренных смысл – 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки Камчатского края, где есть охват операторов сотовой связи. Если вы планируете выезд в труднодоступные места, имейте при себе спутниковый телефон. Набор осуществляется через плюс 112. Ваша безопасность прежде всего – это ваша ответственность. Берегите себя. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова